Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня вот этот маленький видеоролик будет посвящен вопросам, мульчирую ли я томаты и перцы. Если не мульчирую, то почему? Ну почему тут явной причины нет, просто я так привыкла. Я всю жизнь видела, что мама, моя бабушка делали так. Никогда травы никакой не накладывали. Во-первых, у меня в городе столько травы нет, чтобы заложить мои 4 теплицы с перцами, с баклажанами, с томатами, чтобы все усыпать травой. Это первая причина. Во-вторых, не люблю сур в теплице. В-третьих, я всегда рыхлю. Мы делали всегда так, хорошо растут томаты, зачем что-то придумывать еще мне. Я вот каждый полив, я вчера полила, сегодня пришла, быстренько вот так прорыхлила луночки, прополола, совмещаю сразу, если я зашла в томатную теплицу, я совмещаю все. Пасынкование, потом прополку и рыхление, и обрезку нижних листьев. Все, я пасынки листья обрезала быстренько, собрала их. Предварительно политая влажная земля хорошая, тут же вот так все прорыхлила, зачистила. Я не люблю, когда какой-то сур в теплице валяется. Это вся трава неизвестна, она там может с семенами или с чем. И во-первых, зачем это нужно, если я делаю вот так, и у меня всегда хорошо все растет. Я просто не мульчирую ничего, потому что я к этому не привыкла. У меня другой способ выращивания. Я вот обрезала все листочки, помидорки все чистенькие, проветриваются, никакого сора нет. Все, через неделю буду окучивать. Рыхлю, потому что это все-таки доступ воздуха. А если замульчируешь, они будут весь сезон невзрыхленные. Для меня это дико. Кто-то пользуется этим способом, кому-то он нравится, мне он не подходит. Потому что я еще раз говорю, вот этот лишний сур в теплице я не хочу и не люблю. У меня всегда чистые дорожки и всегда идеально чистые рыхленные луночки. Все. Это не какая-то инструкция, это просто мой метод выращивания. Каждый выращивает по-своему и никаких определенных каких-то, как сказать, точно конкретных законов или указаний нет. Каждый делает так, как хочет. Кто-то мульчирует, кто-то нет. Вот я отношусь к той группе, которая по старинке просто поливаем, рыхлим, выращиваем без мульчирования. Все, до свидания.